Маски бесплатные Как часто за день вы слышите это выражение? В период пандемии маска стала незаменимой частью нашего гардероба. Маски в общественных местах требований не только регионального, но и федерального законодательства. Ведь на кону наше здоровье. Пренебрегая этими простыми правилами, мы можем сами заразиться коронавирусом и стать источником дальнейшего распространения опасной инфекции. Об этом не стоит забывать и при походе за покупками. Большую угрозу в этом плане представляют крупные торговые центры столицы республики, где всегда многолюдно. Поэтому и меры безопасности здесь предпринимают особые. Все торговые объекты, арендаторы и торговые центры соблюдают все сегодняшние требования, которые к нам предъявляет Роспотребнадзор. Мы соблюдаем социальную дистанцию и не допускаем столкотворения в отделах. Все отделы на входах расположены маски, антисептики для обработки рук. И примерочные работают через соблюдение социальной дистанции, через одну примерочную кабину. О дистанции лишний раз напоминают разметки. Электронные баннеры постоянно призывают покупателей быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Дезинфекция, измерение температуры – ежедневный и необходимый ритуал. Каждый час обеззараживаются поручни, кнопки лифтов. Дозаторы с антисептиком установлены на каждом этаже торговых помещений. При входе в отделы покупателям предлагают одноразовые маски и возможность обработать руки. На мой взгляд, антисептики есть. Это уже от себя зависит. Если ты веришь, ты свое счастье, свое здоровье, то по-любому соблюдаться будет. И так-то люди уже обеспокоены. Все запрещают, все закрывают. Все закрыли людям, ничего не дают никакой свободы. Хотя бы пусть по торговому центру гуляют, если они уверены в своем здоровье. Конечно, безопасно, если надевать маски, перчатки. Конечно, у меня нет сейчас. Но я думаю, что все в порядке, если всегда люди ходят в масках. Мне кажется, во всех торговых точках есть антисептики. Все продавцы в перчатках, масках, все хорошо. На данный момент видно, что все соблюдают меры безопасности. У всех на лице маска. Также антисептики при входе в магазины. Ну, пока меня все устраивает. Пока везде все предоставляется. Если даже нет с собой маски, есть одноразовые масочки на входах. Приходя в торговый центр, соблюдайте меры безопасности, пользуйтесь антисептиком. Торговые центры для многих – это еще и место проведения досуга. Здесь можно отдохнуть всей семьей, весело провести время. Но, учитывая сложность ситуации, здесь тоже внесены коррективы. В данном торговом центре детские развлекательные площадки приостановили свою работу. Если раньше здесь не смолкал детский смех, то сегодня пустующие залы ждут своего часа. А вот кинотеатры рады посетителям. Но и здесь не стоит забывать про безопасность. Заполняемость зала 50%. Но, как отмечают сотрудники кинозалов, посещаемость упала в разы. Маски не хотели одевать в первое время. Бывало такое. Мы всегда предупреждали людей, маски нужно одевать строго очень. Сейчас люди уже стали понимать, потому что, сами знаете, какая ситуация, обстановка усоверняется с каждым днем. Сейчас мы принимаем все меры защиты. У нас в залах установлены радицаркуляторы воздуха. Они очищают воздух, получается. При входе в зал мы всегда проверяем, чтобы люди были в масках. У нас установлены также санитайзеры, тут видите. А везде у нас ограничительные отметки. Также мы ведем журнал температуры работников. Каждые 4 часа мы имеем температуру. Реализацию указа главы Чуваши по обязательному ношению масок и по соблюдению всех санитарных норм ежедневно проверяют мобильные группы. Торговые центры тоже под пристальным наблюдением. В целях противодействия распространения коронавирусом инфекции ежедневно в день задействованы 11 мобильных групп. Из них 4 на объекты потребительского рынка, 4 на остановке общественного транспорта и 3 на посещение квартир, которые должны находиться дома на самоизоляции. Ежедневно по объектам потребительского рынка проверяется порядка 50 учреждений, предприятий. В случае выявления фактов оформляется акт фиксации нарушения. Во многих центрах есть сетевые продуктовые магазины. Именно здесь большой поток покупателей. Покупателей встречает много. И когда просишь, если некоторые без масок, у нас на сервисе предоставлены маски, то есть они подходят, берут, покупают товары. Все с понимаемым относятся сюда. Как бы привыканий никаких не было. Кто за хлебом, а кто за красотой? В отделе косметики свои регламенты. Магазин у нас специфический. Мы торгуем парфюмерией и косметикой. На данный момент для безопасности покупателей мы тестеры убрали. Покупатели для покупки или иного товара в декоративной косметике пользуются рекомендацией продавца-консультанта или уже покупают тот продукт, которым они ранее пользовались. Продажи у нас не упали. Работаем. Жесткость мер вполне оправданна, ведь речь идет о здоровье. У нас в торговом центре категорически, ну, собственно, как и везде, в любых торговых центрах, категорически не обслуживаются посетители без масок. Очень много провокаций. Действительно, люди требуют, чтобы мы показали им указы. Да, конечно же, мы все это соблюдаем, все это показываем. Ну, меньшинство есть, что они реагируют неадекватно. Но все-таки мы работаем по принципу того, чтобы максимально обезопасить и себя, и свой персонал, и тех посетителей, которые приходят в наш торговый центр. В большинстве своем посетители с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Ну, пока везде вроде все соблюдается. Везде стоят средства для инфекции. Маски мы все одеваем, конечно же. Нас как бы ловят без масок. Ну, в общем-то, безопасно, я думаю. Мы сами стараемся уже как бы ответственно подходить, учитывая рост заболеваемости снова. Я, конечно, с пониманием отношусь, но это понятно, что неудобно. Я вот, например, в маске не могу. Плохо дышится у меня. И я когда хожу по улице, я снимаю ее. А так, если я захожу куда-то, я всегда одеваю. Сами работники центров считают, что на их территории все же безопаснее, чем на рынках. Помимо всех прочих мероприятий, торговые центры еще оснащены приточной вытяжной системой вентиляции. Она проведена на каждом этаже, что позволяет, не смешивая воздух, делать проветривание помещений. Такими вещами, к сожалению, не могут похвастаться те же самые рынки. Поэтому, что касается безопасности и соблюдения дисфункционного режима в торговых центрах, то торговые центры, по нашему мнению, самые безопасные не только на территории Чувашской Республики, но и на территории всей России. С начала пандемии практически во всех сферах деятельности бизнес терпит большие потери. Снизились реальные доходы населения, следовательно, и покупательская способность. Чтобы вернуться на докоронавирусный уровень, потребуется немало усилий. Свою лепту можем нести и мы с вами, если будем соблюдать ограничительные меры. Тогда есть шанс обойтись без полного закрытия торговых центров. Очень важна и государственная поддержка. По инициативе главы Чуваши в оперативные сроки в Республике создан центр «Мой бизнес». Как начинающие, так и опытные предприниматели могут в режиме одного окна получить все необходимые услуги ведения бизнеса. Программа создана исключительно в интересах потребителя и не является рекламой. Редактор субтитров А.Семкин